Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Совсем недавно в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием знаменитого актера Михаила Ефремова. Из-за сильного столкновения один из водителей получил несовместимые с жизнью повреждения и скончался в больнице. Ввиду этих трагических событий, к актеру как никогда ранее приковано всеобщее внимание. Так, в частности, многие россияне стали интересоваться, каковы были доходы и расходы звезды отечественного театра и кино. Поэтому пришла пора более подробно разобраться в этом и узнать, сколько же Ефремов получал за свою деятельность и на что тратил заработанные деньги. Михаил Ефремов в России всегда пользовался большой популярностью, а в последнее время дела в его профессиональной деятельности шли очень успешно. Его часто приглашали для проведения частных выступлений, каждый из которых приносил ему от 1 до 1,5 миллионов рублей. А предложения выступить о закрытых мероприятиях поступают с завидной регулярностью. Долгие годы Ефремов проработал в театре «Современник», где принимал участие во многих постановках. Что касается заработка, то суммы всегда разные. Так, например, до начала в стране пандемии и введения ограничительных мер, Михаил сыграл главную роль в спектакле «Дюма», поставленном по пьесе Ивана Ахлобыстина. Если прибавить к этому гастрольную деятельность, то в успешные годы его доход мог доходить до 11 миллионов. В среднем за каждый выход на сцену он получал от 300 до 500 тысяч рублей. Это минимальные цифры. В этом году он должен был участвовать в юбилейной театральной постановке «Чапаев и пустота», которая назначена на сентябрь этого года. Спектаклю в этом году 20 лет. Билеты уже давно раскуплены. Из-за недавней аварии, разгоревшегося на фоне скандала, сделать этого артист уже не сможет. Кто выйдет на сцену вместо него, пока остается неизвестным. На счету Ефремова есть немало успешных ролей в самых разнообразных проектах. В среднем за год он снимался в двух-трех фильмах. При этом его заработная плата зависит от того, сколько дней он провел на съемочной площадке. Помимо этого на сумму может влиять сложность картины. Режиссер и личная заинтересованность. Согласно официальной информации, за день съемок он получает около 140 тысяч рублей, что весьма немало, даже по современным меркам. У Ефремова есть две роскошные квартиры в столице. Одна в Плотинском переулке, а вторую он получил в наследство от матери. А также дача в элитном коттеджном поселке в Подмосковье и жилая площадь в Юрмале. Если верить словам самого актера, то у него есть еще два дома в Латвии, которые он приобрел на средства, полученные за участие в театральной постановке «Гражданин поэт». Стоит отметить, что кредиты Михаил никогда не брал, а вся недвижимость, которая находится в собственности, была куплена за наличные. Поэтому, если актер когда-то и останется без работы, то бедствовать ему точно не придется. Сколько тратил Ефремов? Этот вопрос интересует общественность больше остальных. Точные суммы назвать сложно, поскольку его заработок в месяц мог варьироваться от 1 до 5 миллионов рублей. Но однозначно можно сказать только то, что артист ни в чем себе не отказывал. Он вел разгульную жизнь, покупая дорогие автомобили, одеваясь в костюмы от лучших модельеров и ужиная в самых престижных ресторанах Москвы. Помимо этого он содержал четвертую по счету бывшую жену Ксению и совместную дочь Анну Марию, которой 19 лет. С нынешней супругой актера есть дочь и два сына. Ввиду последних событий с ней уже связывались друзья семьи и предложили помощь в содержании детей. И это весьма кстати, поскольку как сложится дальнейшая судьба семьи Ефремовых пока неизвестно. А как ты относишься к Михаилу Ефремову? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Спасибо за просмотр! Продолжение следует...